«Инннальхамдалиллах, нахмадуху, ванаста'инуху, ванастагферух, ван'узу билллахи міншурурі анфусіна, ва мінсейі ати амаліна, майяхдихиллаху фаламудиллалах, вамайюлліл фалахаадиялах, ваашхаду ан-ла-иллаха, ваашхаду ан-ла-иллаха, ваашхаду ан-на-мухаммадан, абдуху ва-расулу, сумма ма-ба'д, ібад Аллаху, ва рабы Аллаха». Сегодня мы поговорим с вами об одной из матерей правоверных. Хотелось бы поговорить о ней, об Айше, о Сыддіка, правдивейшей дочери правдивейшего, рады Аллаху таалі анга, возлюбленной жены посланника Аллаха, саллаллаху алейху асаляму. И нашей обязанностью с вами является рассказывать о ее достоинствах, и защищать ее, и указывать на ее высокое положение. И это относится к проявлению искренности в отношении религии Аллаха. Айша бинт Абибакр Ас-Сыддіка. Айша – дочь Абу Бакра Ас-Сыддіка. Дочь правдивейшего, самого главного правдивейшего, того, которого называли Ас-Сыддікуль-Акбар, самый главный из правдивейших Абу Бакр, халифа, преемник посланника Аллаха, саллаллаху асаляму, его халиф. Она – уммуль му'менин, она – мать правоверных, она – возлюбленная посланника Аллаха, саллаллаху алейху асаляму. Она – чистая госпожа, она – о чистоте которой Аллах сказал и не спослал аят с высоты семи небес. И она – самая знающая и самая понимающая в религии из женщин этой уммы. Ее отец Абу Бакр, халифа, совершил хиджру вместе с ней. Переехал вместе с ней, когда она еще была в юном возрасте. Пророк, алейху асаляму, женился на ней за несколько месяцев до переселения, до хиджры. Она уже стал жить с ней как с женой во втором году хиджры, тогда, когда вернулся после битвы при Вадре. Аиша, рады Аллаху альху альху, она замечательна тем, что она оставила в наследство великое знание. Она из тех сподвижников, которые передали наибольшее количество хадисов. Она, рады Аллаху альху альху, оставила знание великое, благословенное. Хадисы, которые переданы от нее, число их достигает 2210 хадисов. 2200 хадисов переданы от Аиши, рады Аллаху альху альху. Аиша, рады Аллаху альху, она родилась в Исламе. То есть, родилась в семье, которая уже исповедовала Ислам. Из самого детства она исповедовала Ислам, и поэтому она говорила, «Лям акиля бавая илла вагум мая динаниддин». «Я не помню своих родителей иначе как исповедующими религию». То есть, с самого начала, как я себя помню, я помню, что они исповедовали Ислам из достоинств Аиши, рады Аллаху альху 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 аль Он принял Ислам в восьмом году Хиджры, и он спросил пророка, с надеждой, и он сказал, «Кого из людей ты любишь больше всех, о посланник Аллаха? Кто самый любимый из людей для тебя?» И пророк, ответил, «Айша». Он ответил, «Айша». Амр сказал, «А из мужчин?» Пророк, сказала, «Бога, ее отец». И это сообщение достоверное, как бы это ни было, ненавистно, рафидитам и прочим заблудшим. Если пророк, саламу, ее любил, значит, она благая, потому что пророк, алей-салам, любил только благое. И самый любимый из мужчин в этой умме, Абу Бакар и женщин, это Айша, рады Аллаху, таланга. Если кто-то ненавидит вот этих двух возлюбленных пророка, саламу, алей-салам, такой человек заслуживает того, чтобы быть ненавидимым, ненавистным для Аллаха и его посланника. Знаете ли вы, рабы Аллаха, что эта женщина была самой знающей женщиной вообще? Она самая знающая. И Масрук, он рассказывал, говорил, я видел, что сподвижники пророка, саламу, алей-салам, старшие, взрослые сподвижники, они приходят к Айше и спрашивают ее об установлениях религии, задают ей вопросы. Ее племянник Урва, ее племянник, сын ее сестры, он сказал как-то Айше, сказал, я уммата, о матушка, о матушка, я не удивляюсь твоему фикву, то есть я не удивляюсь твоему пониманию религии, потому что ты жена пророка Аллаха, ты дочь Абу-Бакра. Я не удивляюсь тому, что ты знаешь поэзию и не удивляюсь тому, что ты знаешь историю, потому что ты дочь Абу-Бакра, а он был из самых знающих людей об этих вещах. Но я удивляюсь, откуда ты знаешь медицину, откуда ты знаешь врачевание, как это, откуда? И Айша ударила Уру по плечу и сказала, я Урей, Уру, посланник Аллаху, он болел в конце жизни, и прибывали к нему делегации со всех сторон, и прописывали люди ему всякие медицинские средства, и я лечила его посредством этого, вот оттуда у меня это знание. Айша, рада Аллаху, она жена пророка, саллаху, в этом мире и вечном мире, потому что она была показана пророку, саллаху, алейху, салям, еще до женитьбы на ней, была показана ему во сне. И было сказано пророку во сне, это твоя супруга в земной жизни и вечной жизни. И то, что любил ее пророк, алейху, саллаху, салям сильно, этот факт общеизвестный. Это было общеизвестно среди сподвижников. Аммар бнуясир, рада Аллаху, он на Минбаре сказал, поистине она, Айша, защищай Аишу, на Минбаре, Аммар бнуясир сказал, поистине она жена нашего пророка в этом мире и в вечном мире. Знаете ли вы, что Айша, рада Аллаху, она лучшая из женщин своего времени, лучшая женщина в этой умме, она лучшая из женщин по свидетельству пророка, алейху, саллаху, 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 потому что он сказал, фаблю Айша, аля ниса, ка фабли ссарид, аля саири таам, превосходство Айши над другими женщинами, как превосходство ссарида над другой едой. Ссарид – это самая лучшая еда, которая была в то время. Знаете ли вы, что Дибриль, алейху, салям, он передавал Айше салям, и Дибриль не сходил к пророку, алейху, саллаху, салям, когда он был в доме Айши на ее ложе, когда они были под одним покрывалом. И пророк, алейху, саллаху, салям, сказал, инна Дибриль, юкриок, салям, поистине Дибриль, Айша, Дибриль передает тебе салям. Она сказала, ва алейху, саляму, рахматуллах, и ему салям, и ему милость Аллаха. Знаете ли вы, что эта женщина, мать правоверных, что по ее поводу Всевышний Аллах не спослал аяты, которые будут читаться до Судного дня. И в этих аятах Аллах указал на ее благочестие, на ее чистоту. Айша, рада Аллаху, в ней было много благодати. Аллах, субхану в талли, вложил бараку. Аллах, субхану в талли, даровал ей бараку. Благодать. Сделал благодатной ее, мубарак, благословенной для этой уммы, мубарака. Сподвижник Усейбн Худейр, он сказал, И это не первый ваш баракат, не первая благодать, через вас неизведенная, через вас здарованная о семья Абу Бакра. Потому что Айша, рада Аллаху, как вы знаете, когда возвращались из похода мусульмане, пророк Саусарм, Айша была тоже там, они задержались, потому что Айша, рада Аллаху, потеряла свое ожерелье. И пророк Саусарм, и люди стали искать ее ожерелье, и задержались поэтому в пути. А когда они, застало их утро, то не было воды, чтобы совершить омовение, чтобы совершить вуду. И тогда Аллах, субхану в талли, не спасал облегчение для мусульман. Таеммом, когда нет воды, или когда невозможно использовать воду, или опасно, то тогда люди совершают таеммом, очищаются землей. И Абу Бакр, который до этого ругал ее и корил ее, что из-за тебя задержались, из-за тебя задержался посланник Аллаха, саламу в пути, он сказал ей, клянусь Аллахом, доченька, клянусь Аллахом, доченька, я не знал, что ты Аль-Мубарак. Я не знал, что ты Мубарак, а что ты благословенная, что ты благодатная. Потому что Аллах через тебя даровал вот такую бараку, такую благодать и такое облегчение, из-за того, что по твоей причине задержались мусульмане. Айша, рада Аллаху, ее отличала большая скромность и застенчивость, и стеснительность. Айша говорила женщинам, Айша говорила женщинам, прикажите вашим мужьям, скажите вашим мужьям, пусть подмываются водой, потому что я стесняюсь их. Я стесняюсь им это сказать, но пророк, саламу в алейкумсалям, делал это. Айша, рада Аллаху, отличала ее красноречие. Она была красноречивая, обладала силой довода и силой убеждений. Муавия, рада Аллаху, он как-то отправился в хадж. Халиф мусульман, повелитель мусульман. Он отправился в хадж и проезжал через Медину. И он пришел, прибыл к Айше, рада Аллаху, имел разговор с Айшей, присутствовал только Закуан, при этом Абу Амар, слуга Айши, рада Аллаху, и Муавия, он произнес свои слова Айше, которые хотел сказать, а потом Айша начала говорить, она произнесла слова шагады, свидетельствования, а потом упомянула Муавии, тот истинный путь, ту религию истины, с которой Аллах отправил Мухаммада, саламу в алейкумсалям. И она рассказала Муавии, сунну халифов, и она побудила Муавию, чтобы он держался за их дело, за дело пророка, саламу в алейкумсалям, и праведных халифов. И она говорила и не оставляла ничего, когда она закончила свой разговор. Муавия, рады Аллаху та'аля, он сказал, клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, ты, знающая об Аллахе, и о деле посланника Аллаха, ты искреннее, ты сочувствующая, увещевания твои действенные, ты побудила только к благому, ты приказала только то, что является благом, и ты достойна того, чтобы тебе подчинялись, чтобы тебя послушались. Они проговорили долго. Когда Муавия уже встал, он оперся за Куана, на плечо за Куана, и сказал, в Аллахе, клянусь Аллах, я не слышал оратора, не слышал хатыба, кроме посланника Аллаха, саламу в алейкумсалям, более красноречиво, чем Аиша. Знаете ли вы, что Аиша, она была очень щедра и расходовала на пути Аллаха, и известна была своей милостыней, садака, которую она раздавала. Умзура рассказывает, как-то Аиша, она прислали два мешка денег, два мешка денег, сто тысяч, сто тысяч прислал ей ее племянник, Абдулла Абдуззубейр. Аиша сказала, принесите мне тарелку, принесите мне блюдо. Принесли это блюдо, и Аиша стала класть деньги в это блюдо и посылать людям, и раздавать эти деньги в качестве милостыни. Наступил вечер, Аиша сказала своей служанке, сказала, дай нам что-то поесть, давай поедим ифтар, потому что Аиша, она постилась в этот день. Амзура ее служанка, она сказала, я умальмукменина, умать правоверных, неужели ты не могла купить хотя бы один дирган, один дирган дать, чтобы купить мы могли мясо, то есть, чтобы мы на ифтар хотя бы поели мясо, неужели ты не могла дать один дирган, Аиша сказала ей, ты меня не обвиняй и не упрекай, если бы ты мне напомнила, я бы это сделал. Аиша была так увлечена милостыней, совершением этого блага, что она забыла про себя и что ей нужно есть ифтар, и она сказала служанке, не обвиняй меня, если бы ты напомнила, я бы дала тебе денег на мясо. Аиша много постилась, передается, Аль-Хасим передает, что она постилась дни, постилась днями подряд, кроме дней праздника, кроме дней Ташриха, кроме дней, когда у нее были месячные, а молитва, а намаз, Аиша, рада Аллаху, Таланга, Урова говорит, рассказывает, что он приходил к ней после восхода солнца, она совершала намаз, уже дополнительный, а потом он уходил на рынок, возвращался перед Зугром, а она еще совершала намаз. Аиша была терпелива к испытаниям и к бедам, к несчастьям, которые ее постигали, она перенесла терпеливо то несчастье, которое постигло ее, но которое оказалось потом благом для нее и для Умма, когда мунафики, когда лицемеры обвинили ее, Аишу, рада Аллаху, в нечестии, Умруман рассказывает, мать Аиши, рада Аллаху, говорит, сидели мы, я и Аиша, и вот вошла одна женщина из ансаров и стала ругать одного человека, ее сына, своего сына стала ругать, пусть Аллах поступит с ним так и так, а Умруман спросил, а что такое, то есть почему ты ругаешь своего сына? Объяснила эта женщина, потому что он тоже принял участие в разнесении вот этих вот разговоров об Аиши, рада Аллаху, а что за разговоры, спросила Умруман, что за разговоры, вот то-то и то-то говорят, и Аиша сказала, это слышал посланник Аллаху, а саблаллаху, али-всалям, женщина сказала, да, это слышал Абу Бакар, женщина сказала, да, и тогда Аиша упала, лишившись чувств, упала без сознания, когда она пришла в себя, ее охватила лихорадка, лихорадка и сильная дрожь, и Умруман говорит, я стала укрывать, и укрыла ее одеянием, потом пришел пророк Али-Саратусарм, и сказал, что случилось с ней, Машану Ази, что с ней случилось, Умруман говорит, я сказала посланника Аллаха, ее охватила лихорадка и дрожь, пророк Али-Саратусарм сказал, наверное, из-за этого разговора, который распространяется, да, сказал Умруман, потом Аиша присела и сказала, клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, если я стану клясться, вы мне не поверите, если я стану оправдываться, вы не примете мои оправдания, я в отношении вас, подобно и Акубу в отношении его сыновей, а что он сказал? У Аллаху аль-Мустаану аля ма тасифун, и Аллах единственный помощник, против того, что вы описываете, против того, что вы говорите из этой лжи, и ушел пророк Али-Саратусарм, ничего не сказав, а потом Аллах Субханава Та'аля, и Аллах Субханава Та'аля не извел этот аят, аят, который гласил о невиновности, чистоте и целомудре, Аиша Рады Аллаху Тарана, и что сказала Аиша? Она сказала, Это по милости Аллаха, хвала Аллаху, по его только милости, и не по милости кого-либо, и не по милости твоей, не благодаря кому-либо, и не благодаря тебе, только благодаря Аллаху Субханава Та'аля. Аиша Рады Аллаху Тарана, она очень любила пророка Али-Саратусарм, поэтому она ревновала его сильно, и Аиша сама сообщает об этом, говорит, я никакой женщине так не ревновала, как ревновала Хадиди, Хадиди уже умерла, давно к тому времени Аиша не знала ее, я никому так не ревновала, как ревновала Хадиди, пророка Саллаху Салям, потому что он часто вспоминал ее. Когда приблизились последние часы Аиши, матери правоверных, Рады Аллаху Тарана, пришел Ибн Аббас. Пришел Ибн Аббас и попросил дозволения войти, но Аиша сказала, нет, нет, не надо, я не хочу, нет нужды у меня в том, чтобы захотел Ибн Аббас, потому что он сейчас станет хвалить меня, станет говорить какие-то хвалебные слова обо мне не надо, нет у меня нужды в этом. Но возле нее был племянник, и он сказал, матушка, это же Ибн Аббас, это же из праведных твоих сыновей, он хочет попрощаться с тобой, он хочет поприветствовать тебя, ас-саляму. Аиша сказал, ну тогда дозволи ему, если хочешь, и вошел Ибн Аббас. Когда он сел, он сказал, обещайрии, возрадуйся, возрадуйся, клянусь Аллахом, между тобой и тем, чтобы расстаться с тяготами и встретить Мухаммада, и встретить возлюбленных, осталось только то, чтобы покинул дух твой, твое тело. Аиша сказала, Продолжай Ибн Аббас. Ты была самой любимой женщиной для посланника Аллаха, саллаллаху алейкумсалям, а он любил только благое. И потеряла ты ожерелье, упало твое ожерелье в ночь, и посланник Аллах, саллаллаху алейкумсалям, стал искать, и утром мусульмане оказались без воды, и Аллах низвел аят, и очищаетесь чистой землей, и это по твоей причине. Аллах низпослал этой умме такое облегчение. А потом Аллах низпослал аят о невиновности твоей, чистоте твоей, с высоты семи небес. И нет ни одной мечети, где поминается имя Аллаха, чтобы там не читались эти аяты о твоей невиновности, чистоте, днем и ночью. Аиша сказала, «Ибн Аббас, оставь меня. Оставь меня, Ибн Аббас, фаваллах, или вадитту, анникунту нас всем ансия. Оставь меня, Ибн Аббас, клянусь Аллахом, я бы хотела сейчас быть забытой и забвенной». Умерла Аиша, в 57-м году гиджры, в возрасте 63-х лет и нескольких месяцев, и была погребена на кладбище Бакия. Да будет доволен ей Аллах, да помилует ее, да простит ее. И пусть Аллах Субхану Аталья вознаградит нашу мать, мать правоверных, за то все благо, причиной которого сделал ее Всевышний Аллах. Акуля Азель Хауль, Васток Фирула Алии Валякум. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.